здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим о рассаде ну обычно традиционно на наших окнах стоят помидоры перцы баклажаны но реже стоят огурцы кабачки дыни но оказывается что рассадой можно выращивать очень большой круг культур мы часто даже не знаем что рассадой можно выращивать тоже укроп рассады можно выращивать морковку свеклу редиску не ну и целый целый ряд культур практически те же салаты также можно выращивать рассадой практически любые растения можно выращивать рассадой что это нам дает выращиваем рассадой значит нам дает ускорение всходов и соответственно мы раньше получаем продукцию это раз повторить бывают такие нюансы бывают такие нюансы что у нас тут место освободилось вот если мы что-то посеем это пока она вырастет пока она поднимется проходит много времени а еще у нас есть готовая рассада каких-то контейнерах неважно это плошка это может быть стаканчик это может быть кассета мы сразу это место заняли рассадой она быстро проживается и соответственно дает нам более ранний урожай ну и общее что чтобы мы не выращивали выращиваем морковку выращиваем помидоры перцы нам всем хочется чтобы рассада была крепкой конечно в интернете можно найти массу полезных советов массу таких чудодейственных растворов которые поднимают вашу рассаду что-то работает что-то не работает это надо все пробовать нельзя всему доверять вот я расскажу о тех подкормках которые сделают вашу рассаду крепкой и коренастой эти подкормки я использую уже не из года в год и они имеют очень хороший эффект ну значит что действует на рассаду очень хорошо рассаду очень хорошо действует внесение в первые две недели жизни ну или вернее и после пикировки через неделю после пикировки это монокалия фосфат монокалия фосфат чайная ложка на ведро воды на 10 литров раствором поливаем нашу рассаду рассада значит становится более коренастой и соответственно более крепкой она прямо как бы на глазах начинает установиться более толстой но если ваша рассада в дальнейшем будет развиваться слабо можно также сделать еще одну подкормку таким фосфорным удобрением ну дозу уже можно увеличить уже взять не чайную ложку вот уже полторы чайные ложки точно также если ваша рассада вообще такая одну дохлая вообще не такая ну никакая значит самый такой хороший что подкормка для такой рассады что ее может поднять что и может преобразить на ваших глазах это то что есть у нас под руками значит на 1 литр воды столовая ложка сахара да да обыкновенного сахара столовая ложка сахара и 10 грамм дрожжей ну 10 грамм дрожжей я думаю этот шепотку дрожжей вы отломаете от этой палочки 100 граммовые дрожжей разбавляем теплой водички разбавили подержали минут 15-20 полчаса не более вот добавляем триходерму для того чтобы не было неприятного запаха и не заводились мошки и поливаем нашу рассаду буквально уже через три дня наша рассада станет чем на зеленой крепкой и коренастой она живет ну такой подкормкой сильно увлекаться не надо это своеобразный допинг для растений поэтому вот одну подкормку сделали ну максимум две больше не надо потому что растение как бы получают такую дармовую пищу которую легко усваивают и они как бы уже ждут не хотят работать своими корешками искать питание в почве следующая подкормка которая тоже будет преображать вашу рассаду делать коренастой крепкой эта подкормка но актуально будет и для группы пошленовых культур то есть перцы баклажаны помидоры этого подкормка очень актуально и для красноцветных культур тоже капусты но тоже будет она преображать значит эта подкормка будет даваться когда имеется фаза 2-3 настоящих листа когда имеется 2-3 настоящих листа, рассада бледна и есть смысл подкормить ее кальциевой селитрой. Кальциевой селитры берется столовая ложка на ведро воды, растворили в тепленькой водичке маточный раствор, разбавили до 10 литров и поливаем наши растения. Такая подкормка действует очень быстро и самое главное запоминайте, что если кальциевая селитра попала на ваши росточки, смывать все не надо, потому что она будет усваиваться и стебелечками и листиками, она вся будет усваиваться и будет приносить хорошую пользу нашим растениям. После подкормки кальциевой селитрой вы конечно не узнаете ваши растения, они станут темно-зеленые, коренастые, крепкие, но повторяюсь, это когда ваша рассада все-таки хилая и бледно-зеленая, тогда ей явно не хватает азота. Если же ваша рассада темно-зеленая, значит азота ей хватает и такая подкормка кальциевой селитры придет только к еще большему росту, еще большему вытягиванию рассады. Так что обращайте внимание на состояние вашей рассады и умейте определять недостаток, самое главное, азота, что проще всего сделать в наших домашних условиях, то глазомерно посмотрели и определили, что азота не хватает, потому что калий определять труднее, хотя это тоже симптомы недостатки калия, они тоже очень четко проявляются, они проявляются в том, что по краю появляется коричневая кайма и листики начинают закручиваться, это явно не хватает калия, но если не хватает фосфора, то листья становятся темными, бронзовыми, такие бронзовые листья, это не хватает фосфора, поэтому давая растению то, что ему необходимо в данный момент, мы выращиваем крепкую рассаду, но и не забываем, что на крепость рассады, кроме подкормок, будет влиять нужно также освещение, температура и поливы, не надо увлекаться сильно поливами, потому что они ведут к вытяжнению рассады и соответственно мы не имеем хорошего качества, учтите эти нюансы и вы будете получать хорошие урожаи. До свидания.